В скором времени россиянам предстоит проголосовать за или против поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом мероприятии мы поговорим с нашей гостьей, председателем территориальной избирательной комиссии Верой Маркиной. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Итак, прежде всего, внесены изменения и в порядок голосования, и в способы голосования. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, действительно. В этот раз у нас беспрецедентная кампания. Это не выборы, это именно голосование по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. И уже многие граждане, конечно, кто смотрит телевизор, читает прессу периодическую, они обратили внимание, что в этот раз у нас голосование не один день будет проходить, а целых шесть. Это шесть дней предшествующих дню голосования, и еще седьмой день – это сам день голосования. Безусловно, выбраны и новые способы голосования. Для удобства граждан, вы знаете, что и портал государственных услуг работает, то есть можно подать заявку через портал государственных услуг, через МФЦ, через территориальную комиссию. Все это доступно, в шаговой доступности избиратель может выбирать участковую комиссию, в которой ему удобно проголосовать. Это так называемый мобильный избиратель, который уже сейчас начал работать, территориальная комиссия уже сейчас работает, и МФЦ. После, с 16-го числа, будут работать участковые комиссии, которые также будут принимать эти заявления от граждан, которые могут в любой участковой комиссии прикрепиться также к любому избирательному участку Российской Федерации, который им будет удобен. Как идет у вас уже подготовка к голосованию? Мы находимся в готовности. То есть, как я уже сказала, ТИК уже работает с 5-го числа, работает пункт приема заявлений, то есть к нам приходят граждане, которые хотят голосовать по месту нахождения. Более того, естественно, мы сейчас занимаемся совместно, конечно, с областной комиссией обеспечением всем необходимым участковых комиссий, в том числе и масок защитных, средств. Все это есть, мы к этому готовы. Сейчас уже осталось просто, когда у нас участковая комиссия приступит, все им это выдать. То есть, мы полностью обеспечены всем необходимым. Ну вот как раз о масках, которые вы упомянули. Здесь действительно, наверное, важный вопрос, который касается и интересует абсолютно всех избирателей, кто придет на избирательные пункты. Каковы будут меры безопасности в этот непростой период? Вы знаете, наверное, будут приняты беспрецедентные меры безопасности, потому что, во-первых, это соблюдение расстояния, полтора-два метра безопасного расстояния, для того, чтобы, естественно, не дай бог никого там, как говорится, не заразить. Будут организованы в местах, где это возможно, отдельные входы и выходы, чтобы у нас не пересекались потоки избирателей. Если избиратель пришел без защитных средств на избирательный участок, то у нас есть маска, у нас есть одноразовые перчатки, он будет получать также ручку одноразовую для голосования. И в этот раз, даже чтобы минимизировать любые контакты между членом участковой комиссии и избирателем, в этот раз списки избирателей уже будут полностью отпечатаны с паспортными данными, для того, чтобы избиратель только мог поставить уже свою подпись в списке избирателей. Также вот такое вот новшество в этой избирательной кампании, это не будет передней шторки на кабинке для голосования, опять-таки для того, чтобы минимизировать любые лишние вот эти вот контакты. Они соответствующим образом будут, эти кабинки расположены, для того, чтобы обеспечить тайну голосования. И более того, после того, как избиратель проголосует, соответственно, еще раз будет возможность ему предоставлена продезинфицировать руки, уйти с участка. Также на входе, кстати, на участке, все участки у нас снабжены бесконтактными термометрами, то есть будет замеряться температура, тоже для того, чтобы жители не беспокоились за то, что кто-то придет с повышенной температурой на избирательный участок. Все вот такие меры будут предприняты. В части голосования на дому, когда мы выезжаем на дом, тоже произошли изменения. Теперь член комиссии, за исключением, конечно, если это уже лежачий избиратель, не может сам подойти, если он может сам дойти до двери, тогда голосование производится, по сути, на лестничной клетке. То есть сначала приходит член участковой комиссии с наблюдателем, с дезинфицирующим средством. Дезинфицируется дверная ручка, замок. Потом только уже осуществляется вызов жителей в дверной звонок. На дверную ручку вешается специальный уже пакет, в котором лежит бюллетень, конституция, маска, перчатки, ручка. То есть все, что необходимо. После этого также избиратель надевает, либо если он не хочет одевать перчатки, можно его, конечно, попросить помыть руки, отдает свой голос, голосует за поправки в Конституцию, опускает это в переносной ящик, и потом уже комиссия удаляется. То есть в этот раз мы даже, члены комиссии, не заходят в квартиру. То есть максимально обеззараживаем, обезопасиваем, как и членов комиссии, и наших граждан. В заключении нашего экспресс-интервью у вас есть возможность обратиться к тем людям, которые должны, скажем так, прийти на избирательные участки? Дорогие наши жители, приходите на участок, проголосуйте за поправки в Конституцию. Тем более вы видите, насколько в этот раз все это доступно стало и удобно. У вас целых семь дней для того, чтобы в удобное для вас время прийти и выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Спасибо большое, что пришли к нам на эфир. Рассказали действительно очень много интересного. А я напомню, что мы беседовали с председателем территориальной избирательной комиссии Верой Маркиной. К другим новостям.